Здравствуйте, уважаемые слушатели. Потише немножечко сделаем. Технические настройки всегда нам нужны. Ну, если слышно меня хорошо, я думаю, не так-то важно. Мне важно, чтобы те, кто пришел на нашу интернет-трансляцию, хорошо. И, может быть, уже есть кто-то, кто написал нам. Пока нет здесь письменных сообщений. Наверное, позвольте представиться. Горобцов Александр Петрович, директор института «Морская академия Государственного университета морского речного флота» имени адмирала Макарова, у нас федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение, которое занято подготовкой широкого спектра специалистов для морского и речного транспорта в широком смысле этого слова. И структурно наш институт представляет собой часть университета, который отвечает за подготовку, в первую очередь, плавсостава и тех людей, которые непосредственно связаны с деятельностью судов. Это специалисты в области судовождения, специалисты в области эксплуатации судовых энергетических установок, специалисты в области эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики, специалисты в области эксплуатации судового транспортного радиооборудования И бакалавры, гидрографы, если их называть кратко, которые у нас относятся к направлению подготовки, управления водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства. Итак, судоводители, судомеханики, электромеханики, радиоэлектронщики и гидрографы. Вот спектр тех видов подготовки, которые относятся к Институту Москва и Академии. У нас много интересного. Все, кто учится у нас, мы внутри нашего ВУЗа называем по-прежнему, как и многие годы до этого, курсанты. Ребята, обучающиеся на бюджетной форме обучения, обеспечиваются формой за счет государственного бюджета, питанием, проживанием. И в этом смысле их жизнь несколько, наверное, более защищенная, чем у обычных студентов. Бакалавры-гидрографы, они относятся к студентам, но так как входят в состав Института Морская Академия, они тоже носят форму. Тут, к сожалению, приходится уже участвовать политетно и университету за счет собственных средств, которые зарабатываются в том числе и сотрудниками Института Морская Академия и самими обучающими. Требования по форме несколько более мягкие, более простые, но тем не менее всегда есть возможность, так сказать, стать единым строем и показать во всей красе наших курсантов. Наш курсант действительно красивый. Вот только сегодня у нас завершился слет отличников. И было множество очень красивых ребят в коридоре университета. Они стояли, шумели, общались между собой. Это, наверное, такое приятное время, когда самые лучшие ученики, самые лучшие курсанты, они встречаются и видят достижения друг друга. Другая сторона очень интересная нашей жизни – это активная практика. Практика в море преимущественно. Особенно для плавсостава это чрезвычайно актуально. 12 месяцев необходимо провести, будучи практикантом на морских судах. И эти 12 месяцев они проводят по программе, которая изложена в журнале практической подготовки, которая выдается каждому, кто направляется на судно. И, кстати, вот буквально в эти минуты наш ректор, профессор Сергей Олегович Барышников, вручает особые знаки. У меня нет такого знака. Эти знаки будут только у тех, кто участвовал в плавании учебного парусного судна «Мир» в этом году по маршруту полярных конвоев. Это была очень мощная патриотическая акция, которая сочетала не только требования выполнения практики, но и вход нашего любимого парусника «Мир» в северные широты. Здесь совместно с федеральным государственным манитарным предприятием «Росморпорт» была проведена большая организационная работа, чтобы можно было обеспечить безопасно, качественно плавание парусника, пребывание наших курсантов. На севере – Мурманск, Архангельск. Это те порты, в частности, в том числе, через которые в годы Великой Отечественной войны по Ленд-Лизу караванами доставляли нам технику, необходимое снаряжение для войны, борьбы с нацистской Германией. И сейчас это мероприятие, такой символ совместной деятельности прошлых поколений. Ребята прошли по нему, ребята участвовали в различных мероприятиях в городах. Как рассказывали, опять же, они до ночи в Архангельске стояла очередь желающих побывать на паруснике. Редкое событие, когда такой огромный океанский парусник, один из самых быстроходных в мире, и в своем классе, наверное, самый быстроходный. Они зашли в порт Архангельск. Для этой цели были предусмотрены специальные мероприятия по уборке электрических линий, проводов, чтобы судно могло войти на несколько дней и находиться в порту. Вот все, кто участвовал в этой деятельности, они много поработали, они заслужили своим мужеством. В общем-то, высокие широты, они всегда требуют мужественного отношения. Мужественные были как юноши, так и девушки, которые у нас учатся. Вот сейчас ректор университета вручает им почетные знаки. Это очень приятно, уникальные знаки, специально разработанные в память о таком историческом плавании. И, видите, я вам пока рассказывал, несколько особенностей образовательных у нас уже, возможно, стали вам очевидными. Это те самые практики, это использование парусного учебного судна МИРК, это обучение и юношей, и девушек. У нас нет различия между ними с точки зрения объема и качества образования. Есть только требования медицины. Человек должен быть пригоден для работы на судне. Эта медицинская проверка осуществляется сейчас, в данный момент, имеется в виду, в данное время, перед первым выходом на практику. Логично, что люди должны быть здоровы, чтобы не было какого-то ухудшения состояния, которое может произойти на судне. Все же работа на судне требует определенных качеств, моральных и физических, и важно, чтобы человек был здоров. Вот сейчас давайте посмотрим, нет ли кого-то у нас еще присоединившихся за то время, пока я сделал некоторое введение в данный вопрос. Ну, пока здесь нет посетителей новых, не вижу я здесь. Хорошо, будем ждать. Я думаю, что вполне возможно появится, хотя время еще такое раннее, поэтому скорее наши потенциальные клиенты – это школьники, у которых есть возможность выйти в интернет и задать свои вопросы. Для абитуриентов сейчас можно сказать, что на нашем сайте приемной комиссии вывешены новые правила приема на 2016-2017 учебный год. Они несколько изменились, хотя в целом остались близкими к тому, что было в этом году, однако некие отличия есть. Надо отметить, что эти отличия в первую очередь коснулись гусеников, имеющих среднее профессиональное образование и ранее сдававших отдельный экзамен в нашем университете по морской технике. А сейчас также в нашем университете они могут сдавать для поступления те же экзамены, что и школьники, выпускники 11 классов, имеющие среднее общее образование. Вот это, по крайней мере, одно такое значимое отличие от прошлого года. А так, ограничения по количеству специальностей, по количеству вузов, можно сказать, что не произошло. В прошлом году минимальный проходной балл, наверное, по сумме трех экзаменов ЕГЭ составлял у нас немного более 150 баллов. И на судовождение, и на техническую эксплуатацию транспортного радиооборудования несколько меньше были баллы, но тоже выше, чем все предыдущие годы на эксплуатацию судовых энергетических установок и эксплуатацию судового электрооборудования, средств автоматики. Мы надеемся, что в этом году примерно уровень будет не хуже, чем в прошлом году, чем более подготовленные идут к нам выпускники школ, выпускники средних профессиональных учебных заведений, тем легче нам потом работать. Ибо наш вуз технический, в техническом вузе требуется основательное знание математики, физики, инженерной графики. По-прежнему инженер должен хорошо уметь производить расчеты, понимать физические основы тех или иных процессов, разбираться в химических основах различных процессов, связанных как с функционированием судна, так и с перевозкой грузов. И знание компьютера, несомненно, является тоже очень значимым фактором. Хотя, чем дальше идет человечество, тем раньше обучаются люди работы на компьютере, тем более естественным становится сама эта работа, и поэтому тем более подготовленные к нам приходят абитуриенты. Ну и еще очень важное направление, которое не входит в программу вступительных экзаменов, но очень важно для нашей учебы, это английский язык. В этом смысле я не случайно не сказал иностранный язык, а именно английский язык. Для нас английский язык не просто иностранный, это специальный предмет, на котором говорят моряки во всем мире. Причем независимо, то это моряки на судне, или это судоходные, или какие-то сервисные компании, занимающиеся обслуживанием судов на берегу. Английский язык, это язык, на котором они будут между собой общаться, обсуждать, договариваться о ремонте, или о покупке нового оборудования, спрашивать готовность причала, узнавать особенности грузовых операций. Вот все это осуществляется на английском языке. Не случайно преподавание английского языка продолжается все годы обучения, и по завершению учебы мы сдаем государственный экзамен по английскому языку. Единственный иностранный язык, который изучается всеми. Независимо от того, что изучалось раньше в школе, или в колледже, в лицее. Какой-то английский язык, или какой-то другой. Одни начинают с уровня, возможно, уже достаточно опытного пользователя и опытного специалиста по языку. Другие начинают с совершенного нуля, изучают алфавит, тем не менее. Примерно к третьему курсу уровень должен быть уже достаточным для владения письменным и устным языком. Профессиональным, опять же, профессиональным. Профессиональный язык означает, что вы можете изложить свои мысли в отношении работы на английском языке, записать их, дать какие-то указания, ибо все, к кому мы готовим, это лица так называемого командного состава. Они руководят, это руководители. Они должны уметь отдавать команду, как на русском, так и на английском. Вот здесь, раз речь идет об английском, и письменные речи, должны уметь писать письма, деловая переписка у нас входит в обязательные программы обучения. Ну и, соответственно, понимать, что говорят, включая недалеко не простую оригинальную речь. Вот это очень такой сложный симбиоз приводит к тому, что английский язык является одной из самых крупных профессиональных дисциплин в общем объеме образовательных процессов. Наша образовательная программа с трогательным пиететом относится к английскому языку. Но, как я уже сказал, отдавать команды приходится не только на английском, но и на русском языке, естественно, особенно если русскоязычный экипаж. И поэтому курсанты просто должны быть готовы участвовать вот в этом процессе. Придя на судно, они уже будут руководить кем-то, пусть это будет один-два человека, тем не менее эти люди тоже достаточно профессиональны, и руководство людьми, которые иногда в два раза старше, далеко не так просто, как, казалось бы, наверное, другие. Поэтому у нас действует система подготовки к работе на судне, действует система, связанная с ношением формы одежды, несением дежурно-вахтенной службы, как на судне, с дисциплиной и распорядком дня. Все это очень важно. В ближайшее время, я так понимаю, наша физическая культура будет в определенной степени направлена на сдачу норм ГТО. Мне кажется, это очень положительный момент, по крайней мере для нас. Все, кто обучается на наших специальностях, должны быть здоровыми людьми, иначе сложно пройти медкомиссию, а еще сложнее работать потом по выбранной специальности. Поэтому здоровый образ жизни, поддержание здоровья, развитие своего здоровья и укрепление его – это очень важная задача. И вот все это вместе, если взять, то и складывается некая особая система подготовки наших курсантов, за которую в определенной степени отвечает так называемый начальник курса. Это взрослые люди, в большинстве своем, имеющие за плечами опыт службы в вооруженных силах, многие из них профессиональные моряки, и они руководят целым курсом, который обычно объединяется в роту, а для некрупных по численности факультетов, несколько курсов, можно быть объединены в одну роту, своего рода в некий такой поток, которым руководит один начальник курса. У него есть все сведения о ребятах, у него есть подробная информация о том, чем они сейчас живут, и он в этом смысле как старший товарищ, который всегда с ними. Ну вот я вижу, есть вопрос, если позволите, я одену очки, чтобы мне точно прочитать и не ошибиться. Добрый день, я из Севастополя. Будут ли годы для крымчан в 2016 году при поступлении на специальное судовождение? Какой проходной балл ЕГЭ был в этом году? Александр. Добрый день, Александр. Очень хорошо, что пишут нам о Севастополе. Как мы поняли, в Крыму наше учебное заведение пользуется популярностью и не забыли за эти годы нас, это очень здорово. Льготы для крымчан в настоящее время обсуждаются в Министерстве образования, они будут еще дополнительно указаны, они будут обязательно, вот какие они будут установлены позже. И каждый ВУЗ будет руководствоваться этими решениями Министерства образования. А вот проходной балл ЕГЭ в этом году был равен 100-152 баллам. Я сейчас вот по памяти так это называю. Раньше обычно мы считали, что 150 баллов это такой гарантированный проходной балл, в этом году еще стал выше. Поэтому старайтесь, чтобы ваш балл был заметным превышением, заметным превышением вот этого минимального порога. Кроме того, я рекомендовал бы всем, не только Александру, но и другим потенциальным слушателям посмотреть наши правила приема, Ибо в этих правилах приема уже указаны, во-первых, минимальные баллы для каждого из предметов, у которым принимается результат единого государственного экзамена. Затем указаны сроки подачи документов. Ну и вы сами можете посмотреть, сами можете посчитать, сколько баллов у вас получается. И кроме того, учет так называемого портфолио ваших достижений в различных областях, спорта, общественной жизни, иные какие-то достижения, которые тоже учитываются. И лишних 1, 3, 5 баллов вполне можно получить. В частности, дополнительные баллы можно получить, участвуя в Олимпиадах. У нас, например, в начале 2016 года будет проходить морская Олимпиада. И те, кто станет ее победителями, а это большая группа, это не один человек, не два, и даже не три, это большая группа, ребят получают дополнительные баллы. Это очень важно. Есть еще вопрос, наверное, от Александра. Для поступления, где проходится медкомиссия по месту жительства или при морской академии? Ну, у нас, могу сказать сразу, медицинская комиссия проходится здесь. Но для поступления на данный момент, поступления в университет, требуется стандартная справка о состоянии здоровья для высшей школы. Высшей школы – это справка, которая выдается по месту жительства. Зато в дальнейшем медицинская комиссия, которая входит в состав университета, она не в морской академии. В морской академии только учебно-научные подразделения. А вот медицинская комиссия, она проходится через нашу медико-санитарную часть. Она это все организует. И эта комиссия уже соответствует, естественно, плавсоставу для того, чтобы на практику направлять только людей здоровых. Пожалуйста, я вижу, да, есть ответ. Большое спасибо. Мы действительно ждем, мы знаем, что в Крыму много людей из морских семей. Вы не понаслышке знаете, хотя бы видите, что такое море, видите суда. И мы понимаем, что делая выбор в нашу пользу, вы делаете выбор осознанно. Поэтому мы рады будем видеть вас в университете морского и речного флота. И, в частности, в нашем институте морская академия. Так, интересуется сейчас уточнением, где именно проходит морская олимпиада. Морская олимпиада будет проходить в два тура. Рекомендую следить за новостями на нашем сайте. Первое сообщение о записи на предварительный тур морской олимпиады появится до Нового года, до того, как вы все уйдете на каникулы. Вы можете получить там дополнительную информацию. Будут контактные телефоны, адреса почты, где вы можете узнать об этом. Затем время отводится на получение и решение заданий, отправление их к нам. Жюри данного конкурса, в которое, я надеюсь, возможно, и меня также в этом году включат в составе участников. Просматривает работы и выбирает лучшие по определенным в правилах данного конкурса критериям. И затем все лучшие приглашаются сюда, в Санкт-Петербург, на улицу Двинскую, дом 5-7, университет морского речного флота имени адмирала Макарова, для проведения почного конкурса. Вот уже по итогам почного конкурса мы можем тогда выделить победителей. Именно эти победители получают призы. Почный конкурс будет проводиться в феврале-марте. Но чтобы попасть на этот второй этап, сначала надо выполнить задание первого этапа. Так что следите, пожалуйста, за нашим сайтом. Так, какие предметы нужно сдавать для поступления на специальный судовождение? Ну вот вижу, да, судовождение пользуется большой популярностью. Заранее спасибо, Илья. Для судовождения необходимо сдать единый государственный экзамен по следующим предметам. Математика, физика, русский язык. При прочих равных условиях, скажем, равенство баллов и равенство каких-то других условий, математика считается профилирующим предметом и преимущество имеет тот, у кого баллы по математике выше. Если баллы по математике одинаковые, то сравниваются баллы по физике. Так что, видите, техническим наукам в нашем университете подается приоритет. Так, следующее. Сколько дополнительных баллов дает ваш университет за золотую медаль? Вот я, к сожалению, новые правила приема не распечатал. Насколько я помню, речь шла об одном балле. Но надо все-таки проверить, если вас устроит, вы можете написать на мою официальную почту, она есть на сайте, и я обязательно вам отвечу, чтобы получили вы полную информацию. Но при этом также вы можете самостоятельно найти эти же самые баллы, правила приема на следующий учебный год. Итак, Андрея вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на каких основаниях принимаются на учебу граждане Республики Беларусь? Граждане Республики Беларусь, хотя и являются для нас в определенной степени иностранцами, тем не менее принимаются на общих основаниях. Они участвуют в общем конкурсе. У нас в этом смысле на основании решений руководства существуют союзные государства Российской Федерации Республики Беларусь. Поэтому все права граждан РФ, они действительно и для граждан Республики Беларусь. Поэтому здесь права абсолютно равные. Мы всегда обучали ребят из Белоруссии, которые потом с успехом работают на морских судах. Так, пожалуйста, Лиза, приезжайте к нам поступать. И я думаю, что как юноши, так и девушки действительно рады. Вот здесь Руслан ответил, что золотой медаль начисляет 5 баллов. Я не хочу сейчас открывать правила приема, чтобы отвлекаться от выступления. Но еще раз говорю, что если у вас есть еще дополнительные вопросы, я готов ответить по интернету. Сейчас, если позволите, я сделаю перерыв. Немного голос, к сожалению, подсаживается. Надо сделать нам перерыв. Ну вот, чтобы легче говорить. Да, действительно, мне коллеги подсказывают, что Руслан правильно ответил. В правилах приема 5 баллов. Совершенно верно. Но там вы можете посмотреть и другие преимущества. Так что 5 баллов – это большая разница. Ну, действительно, большой труд и оценивается поэтому столь высоко. Может быть, сейчас еще будут какие-то вопросы. Посмотрим, подождем. Пока можно сказать, что вот у нас, может быть, не так быстро. Тем не менее, на плановой основе осуществляется постепенное обновление в силу материально-технической базы. И большую роль в этом играют наши спонсоры. Крупные – это и компании, входящие в группу компании «Газпром», это и компании «Совкомфлот» и так далее, и так далее. Ну, вот я вижу, что появляется еще вопрос. Вопросы все больше по приему, по портфолио. Ну, я вижу, что Руслан, в связи с тем, что у вас открыты правила приема, быстрее меня отвечает. Сколько баллов начисляется за задачу норм ГТО? Вот здесь два балла. Так что сдавайте. Официально необходимо привести будет официальный документ. И баллы ГТО, видите, вот еще два балла. Единственное, есть ограничение, что общая сумма не более 10 баллов. Вот за все ваши достижения, которые могут быть у вас самого разного уровня, и спортивные, и научные, и иные, добавляется не более 10 баллов. Так, еще вопрос от Лизы. Студенты всех факультетов на первом двух курсах обучаются в Стрельне. Всех факультетов Института Морская Академия. Действительно, у нас имеется большой комплекс. Университет расположен в разных местах Санкт-Петербурга. Так исторически сложилось, что у нас 7 учебных городков. Это, наверное, очень много. Это дарит нам определенные неудобства. Но, с другой стороны, и определенные преимущества. Стрельно. Это ближайший пригород Санкт-Петербург. Городской транспорт ходит туда. Те, кто не из Санкт-Петербурга, те, возможно, не знают. Это место, где находится сейчас один из главных представительских дворцов президентской администрации, где устраивается международное мероприятие, Константиновский дворец, международный центр. И мы непосредственно по соседству рядом с этим центром. Проект еще относится к 60-м годам. И вот стройка велась длительное время. Планировалось еще в советское время, что все переедут именно туда, в Стрельно. Большие территории. Но есть, конечно, и определенные минусы. Проект все же уже сейчас отстал от требований современности. Поддержание многих коммуникаций при больших расстояниях становится все более дорогим. Поэтому пошли несколько иным путем. Существует федеральная целевая программа, которая по-прежнему, несмотря на все бюджетные ограничения, финансируется устойчиво правительством. Развитие называлось она сначала Государственной морской академией имени Адмирала Макарова. Теперь Государственного университета морского речного флота имени Адмирала Макарова. Вот в рамках этой федеральной целевой программы уже полностью реконструировано здание на косой линии Васильевского острова. И сейчас продолжается реконструкция, а затем начнется новое строительство. В учебном городке на Охте. И если все будет так, как планируется, а мы в это верим, и пока все продолжается в соответствии с намеченными планами, то буквально через полтора года, мы и не заметим, как это время пройдет, будет полностью готов высокотехнологичный комплекс для университета на Заневском проспекте, дом 5, в непосредственной близости у моста Александра Невского, у Невы, рядом метро. И в целом очень удобно. И тогда можно будет у многих курсантов стрельны, переселить в это современное общежитие, где восьмиэтажное здание общежития планируется построить. И, в общем, конечно, там в этом смысле более городская жизнь. Но у стрельны есть свои преимущества. По крайней мере, такой загазованности, как в центре города, все же нет. Там всегда чистый воздух, большие пространства, движение молодому человеку тоже важно. Это больше, может быть, несколько занятий для спорта, занятий спортом на открытом воздухе. Ну, а вот на Охте будет больше занятий для занятий спортом в спортивных залах. Так, еще появились вопросы. «Не могли бы подробнее рассказать о внутренних экзаменах?» Спрашивает Илья. Внутренние экзамены, они проводятся здесь у нас в университете. Проводятся по всем тем предметам, которые заявлены для поступления на различные факультеты и специальности, направления подготовки в университете. Их очень много, я не буду сейчас здесь перечислять все, ибо три учебных института, которые объединяют большой спектр направления подготовки. И эти внутренние экзамены проходят в наших аудиториях. Мы приглашаем своих или сторонних преподавателей, которые являются специалистами в данной области. Многие из них представляют собой тесты, задачи, где за каждое решение, за каждый правильный ответ выставляется определенное количество баллов. Максимальное количество баллов, так же, как ЕГЭ-100. Ну и, соответственно, затем подсчитывается сумма баллов, выставляется окончательный итог по 100-бальной шкале, который затем учитывается наравне с единым государственным экзаменом по данному предмету. Какие-то более подробные внутренние процедуры. Мне кажется, важно, наверное, то, что осуществляется все это, конечно, на стандартных листах бумаги. Мы не разрешаем пользоваться электронными средствами связи. Но это сейчас, мне кажется, характерные требования для любых экзаменов, играющих заметную роль для выдачи каких-либо государственных документов или, наоборот, для поступления, в первую очередь, на бюджетную основу. Подскажите, пожалуйста, что нужно сдавать для поступления к вам после окончания рыбинского филиала МГАФТ? Олеся спрашивает. Все зависит, конечно, здесь от специальности, но получая среднее профессиональное образование в рыбинском филиале МГАФТ, вы должны будете сдавать такие же экзамены по тем же самым предметам, которые сдаются и выпускниками средних школ. Единственное, что эти экзамены внутренние, можно не ЕГЭ, а у нас с точки зрения обстановки, ну, несколько считается легче, меньше психологическое давление, чем рассказывают о сдаче единого государственного экзамена. Можете поподробнее рассказать о дне открытых дверей, спрашивает Лиза, какая программа, где проходит, сколько примерно времени длится. Дни открытых дверей у нас помещаются заранее на сайте университета. Вы можете открыть, в нижней части университета обычно находится некий баннер, на котором существуют даты. Эти дни открытых дверей проводятся 4-5 раз в году. По программе, которая предусматривает знакомство с особенностями правил приема, знакомство с результатами проходных баллов и средними баллами, которые набирали выпускники в прошлом году. Затем с особенностями, которые существуют для поступления на те или иные специальности и направления подготовки. И время значительно выделяется для вопросов и ответов с представителями тех институтов, которые занимаются конкретными направлениями подготовки. Ну, а для Института Морской Академии это факультеты. Вот с этими представителями факультетов как раз можно и побеседовать. Извините. Продолжительность общая от полутора до двух часов примерно продолжается. День открытых дверей. Вопрос Андрей. Подскажите, пожалуйста, как можно записаться на значу внутренних экзаменов, какие для этого требуются документы? Спасибо, Андрей, за вопрос. Я, насколько помню, этим занимается у нас приемная комиссия. В этом смысле непосредственно институты не занимаются проведением внутренних экзаменов, занимаются в ответственности секретарь приемной комиссии с точки зрения ответственного лица. И краткая информация об этом есть в правилах приема. Проще всего открыть на сайте, прочитать. Но если есть необходимость, и вы пришлете мне электронную почту, я готов, буду тогда подготовить более подробный ответ, когда можно записывать. Сроки эти также в правилах приема указаны. А сейчас еще приемная комиссия не начала работать. Это надо понимать, что для сдачи внутренних экзаменов и зачисления на очную форму обучения только с 20 июня следующего года начнет работать комиссия. Так, еще есть вопрос. Лиза, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Приходите, если есть возможность, на день открытых дверей. Вы действительно сможете увидеть людей, которые занимаются обучением, курсантов и студентов. Вот Михаил привел для всех, кто сейчас в данный момент общается, прямую ссылку на правила приема для того, чтобы их скачать. Да, действительно, они находятся у нас на открытом доступе, вы можете их прочитать. Находится ли проживание на государственном обеспечении? Ну, наверное, здесь имеется в виду. Спасибо, Лиза, очень постараюсь приехать. Конечно, приезжайте. Проживание для тех, кто поступает на бюджетную форму, курсантов, а это, еще раз я подчеркну специальности судовождения, эксплуатация судового энергетического оборудования, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, техническая эксплуатация транспортного радиовоорудования. Вот для этих специальностей проживание осуществляется за счет государственного обеспечения. Все остальные платят в той или иной степени, в зависимости от уровня комфорта в общежитии. Ну, курсантская плата может быть минимальная, у студентов там несколько больше каких-то, так сказать, вольностей может быть. Но, на мой взгляд, порядок курсантских общежитий, и сейчас уже и студенты, сами посмотрев, как живут курсанты, тоже я знаю, что стараются в большей степени поддерживать у себя порядок, и мне это очень приятно. И все же жить несколько лет хочется в человеческих условиях. Олесе, сколько стоит заочное обучение, если оно вообще? Действительно, заочное обучение есть, мы принимаем на заочное обучение. Более того, есть и бюджетная форма, и платное обучение за счет собственных средств при заочном обучении. Стоимость его, да, надо, видите, конечно, открыть, будет сайт нашей приемной комиссии, но примерно была половина от стоимости научных форм обучения около 40 до 50 тысяч, если память мне не изменяет. тарифы утверждаются на каждый год, и я думаю, что их можно будет через некоторое время посмотреть, уточнить на 2016-2017 год те тарифы по заочному обучению, которые будут. Сейчас действуют тарифы пока на 2015-2016 год. Так, очное, да, заочное обучение, конечно, у нас есть. Руслан Астафоров. Какая работа проводится по патриотическому воспитанию курсантов университета? Руслан, патриотическое воспитание здесь осуществляется несколькими путями. Ну, понимая, что многие люди, которые работают сейчас в университете, имеют опыт службы в вооруженных силах и доказали свою преданность Родине делом, поэтому здесь многие вещи, так сказать, через дело, смотри, как делаю я, и патриотизм, он не только на словах, но и в реальных делах, это очень важно. Кроме того, и во время отдельных дисциплин, связанных с историей нашей страны, здесь, естественно, вам рассказывают о тех достижениях наших предков, нашей страны, что действительно воспитывалось гордость за страну. Находясь на судах, разговаривая с экипажами, с моряками, вы видите вот тех реальных патриотов, которые занимаются сложной работой, и они гордятся, что они граждане великой страны Российской Федерации. Мне кажется, это такой важный момент, ибо находиться в отрыве от страны длительное время и не быть ее патриотом очень сложно. И в этом смысле, еще раз говорю, вот ребята получают такой опыт патриотического воспитания через, наверное, себя, через душу. Больше закладывается для них во время плавания в море, когда они посещают иностранные порты, будучи представителями там уже Российской Федерации, когда курсанты в парадной форме идут с государственным флагом по этим портовым городкам, им рукоплещут люди. Наверное, что-то рождается особое, с чем, может быть, только знакомятся спортсмены во время своих побед и спортивных соревнований. Вот здесь что-то сродни. И этот патриотизм, он такой, еще раз говорю, не показной, а он настоящий глубинный, закладывается на годы. Но и помощь ветеранам, и встреча с нашими ветеранами. Многие преподаватели помнят очень важные исторические вехи, которые были в нашей стране. Они готовы рассказывать, и тоже это большая часть нашего патриотического воспитания. Так что в этом смысле работа, могу сказать, строится на плановой основе. Много мероприятий проводится в течение года. Здесь и наш музей участвует, у нас есть музей морского флота, где, посетив его, я приглашаю вас посетить его на косой линии Васильевского острова, дом 15А. На первом этаже находится замечательный музей, где многое связано, в том числе и с именем Степана Осипича Макарова, замечательного адмирала и ученого, который воплотил себе такие сложные черты и флотоводца, и человека, способного на сложные научно-инженерные расчеты. Вот уникальная личность, и многое в нашем музее связано с его именем. Ну а также там имена тех людей, которые уже теперь навечно вписали свое имя в морскую историю, вообще всемирную историю и в морскую историю нашей страны. Вот все это вместе, мне кажется, и вкладывается в патриотическое воспитание наших курсантов. Так, у Лизы снова вопрос. Все направления, которые вы назвали, предусматривают последующие хождения на корабле или есть береговые? Ну, на хождение на судне, мы обычно говорим так, что корабли все же это военные, у нас суда, мы готовим совершенно гражданских людей, которые, конечно, тем не менее, при необходимости всегда готовы стать в строй, как происходило в периоды великих потрясений, лучше бы, конечно, этого не было. Наша мирная жизнь пусть продолжается, есть много дел и в ней. Но действительно все эти специальности предусматривают нахождение на судне, за исключением технической эксплуатации транспортного радиооборудования. Там есть плавсостав, ибо еще существует ряд судов, обычно специальных, крупных судов, на которых имеются радиоспециалисты, а все остальные идут на берег. Это специалисты по информационным телекоммуникациям, по радионавигационной и радиолокационной аппаратуре, много производителей, сервисных компаний, электроника, компьютеры. Вот это те области, в которых сильны наши выпускники, но одновременно они многое знают о море, о тех технологиях, которые зарождались на морском транспорте и которые до сих пор там используются. Также гидрографы. Очень много девушек учатся по специальности гидрограф, и часть этой специальности состоит в нахождении на судне, часть в нахождении на берегу, в обработке камеральной, так называемой, тех измерений, которые были проведены на судне, в обработке инженерных изысканий. Поэтому это такая работа, требующая тщательности, знания тоже компьютера, и она относится, конечно, к береговой. Михаил несколько ссылок дал информацию по платным обучению. Да, действительно, на сайте, в том же самом сайте нашей приемной комиссии вы можете скачать стоимости, действующие на сейчас, на данный момент, как я уже вам сказал. Андрей, подскажите, пожалуйста, при обучении на судоводитель обязательно проживать в общежитии. Спасибо. В общем, да, дело в том, что на судне вы тоже будете находиться на судне, а не где-либо. И проживание вот в таком общежитии, оно приучает человека к работе в экипаже. Каждый элемент нашей подготовки, он направлен на одну подготовку, высоко квалифицированного специалиста, лучшего, чем где бы то ни было, или лучшего, по крайней мере, чем в нашей стране, как мы считаем. И в связи с этим, в связи с этим я могу сказать, что возможность проживать на, уже начиная со второго курса, имеется у тех, кто проживает в Санкт-Петербурге, только каждый день надо приезжать на занятия, но тем не менее все остальные обязанности, которые связаны с работой какой-то в роте общественной и несением дежурно-вахтной службы, они остаются. Это не отменяет, независимо от того, где вы будете проживать. Ибо все это обсуждаемый вопрос, но вот если на окне все закончится, и там будет комфортабельное общежитие, вот еще раз говорю, 8 этажей. Так, есть вопрос у Маркуши, если поступать после речного училища, будет ли отсрочка от армии? Ну, к сожалению, могу сказать так, на данный момент отсрочка предоставляется при образовании один раз, ведутся попытки исправить такую ситуацию, если вы продолжаете учиться по специальности, чтобы она у вас оставалась, пока нет. Пока отсрочка от армии после вашего речного училища не будет действовать ни при каком высшем образовании. Можно пока только сказать, что вот таким образом. С другой стороны, вы отслужив один год, возвращаетесь, учитесь, и я думаю, может быть, чей лучше служба в армии всего лишь в течение года, не такой длинный срок. У вас практика 12 месяцев будет во время обучения, и, видите, тут сопоставимые сроки. А с другой стороны, все права, которые положены гражданину Российской Федерации, у вас будут даже больше, чем у тех, кто, например, не служил по тем или иным причинам. Ну что ж, спасибо вам за вопросы. Спасибо за внимание. Я думаю, что на этом мы нашу часовую встречу заканчиваем. Если будут еще вопросы, пожалуйста, пишите на почту. Я с удовольствием постараюсь ответить максимально подробно на все ваши вопросы, проблемы какие-то, может быть, чаяния. Постараюсь кого-то разубедить и кого-то, наоборот, убедить. Но в любом случае, я рад буду всех вас видеть в нашем государственном университете морского речного флота имени адмирала Степана Васильевича Макарова. Приходите сначала на дни открытых дверей, а потом поступайте к нам, учитесь и присоединяйтесь к этой веселой и радостной армии курсантов и студентов Макаровки. До новых встреч! С наступающим Новым Годом, который уже не за горами. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok